Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Приа. Вот можно сказать, и подошел к концу второй сезон дополнения Shadowlands. Сегодня последний его день, 22 февраля. Кто-то будет закрывать свои хвосты какие-то в плане достижений, а кто-то может сидеть и отдыхать спокойно. Например, я. И именно об этом сегодня пойдет речь. Поговорим о достижении измученной герои. Armended Hero. Кому он дается? Дается он тем, кто попал в 0,1% строк по своей фракции на своем регионе. Напомню, мы играем на европейском регионе. Все ру-сервера привязаны к Европе. И играю я на Альянсе. Поэтому порог для взятия 0,1% намного ниже, чем на Орде. Перейдем к сайту Raider.io и посмотрим этот порог. Зайдя на Raider.io и при наведении на Mythic Plus, мы видим вкладку Season Rating Cuts. Выбираем Европу, так как мы играем на европейских серверах. И смотрим разницу между Ордой и Альянсом. Что у нас получается? На Орде, конечно, нужно больше рейтинга, левые столбики. На Альянсе, правые столбики, рейтинга нужно поменьше. Почему, спросите вы? Я отвечу. Игроки, играющие на Альянсе, не все ходят в рейд. За счет этого проходят ключи ниже уровнем. С целью того, чтобы проходить ключи высокого уровня, требуется рейдовый гир. Все-таки 259 вэпон и 252 вэпон. Между этим имеются разницы. И если бы мой ДК был одет суммарно в 252-й этом левел, а не 256-й, то ни о каком даже 0,1% речь идти не могла бы в принципе. Потому что где-то не хватало бы хп, где-то от меня дэмэджа. И ДК все-таки это класс D, иногда даже F тира. Что в принципе в самой-самой глубокой флааке находится. Это довольно-таки печально, ДК не метовый класс. И мы еще рассмотрим это в будущем, в этом видео. На Орде рейтинг просто-напросто на... Сколько больше? На 84 единицы. Это существенная разница. Это разница ровно в один ключ. Для абсолютно всех ключей, для восьми данжей, как на Фортифай, так и на Тиранике. Вот такие цифры. Опираясь на эти таблички, на эти цифры, можно увидеть, где вы, например, находитесь, какой топ вы заняли. Может быть, вы тоже находитесь в топ 0,1% и даже не знали об этом. Мало ли. А может быть, вы находитесь в топ 1%. Это тоже довольно-таки приятно, если вы не особо даже играете в эту игру, а все равно попали в эту цифру. Я вас поздравляю с этим. Думаю, тут более рассматривать нечего. Перейдем к следующей табличке. В тот момент вчера, когда я занимался видосиком по 25-му театру, у меня на YouTube есть абсолютно все прохождения с 25-х ключей, с некоторых аффиксов, то я решил немножко накидать такую табличку с количеством классов, сколько их попало в 0,1%. И, в принципе, там цифры довольно-таки интересные. Давайте тоже к ней перейдем и внимательно рассмотрим. Экселевская таблица. Ну а что еще нужно для того, чтобы составить идеальную таблицу с наглядными данными? Если глянуть ордынские столбики, находящиеся слева, то можно увидеть, что всего лишь один шаман, будучи миликом, то есть энг, имеет 0,1%. Если мы рассмотрим правые столбики, правые показатели, то на альянсе 0 энхов, которые вошли в 0,1%, это печально. Обратная ситуация с котами. Друиды-милишники. На орде их 0, на альянсе 1. Возможно, кто-то знает этого друида. Быть может. Далее ДК. Мой класс. Танков на орде 17, взявших 0,1%. Милишников, то есть это и фросты, и анхолики. 4. Далее на альянсе 5 танков, и при этом 9 милишников. То есть, скажем так, на орде, чтобы ДК-шкой попасть в ключ, чтобы перейти этот порог, ну, нужно реально попотеть. На альянсе этот показатель игроков вдвое больше, ну, то есть 4 и 9 игроков. То есть ДК-шкой пройти какие-то 25-е ключи, в принципе, можно. Самое главное, чтобы группа вас терпела, ну, и чтобы вы не творили вообще всякую дичь. ДК технически полезен, возможно, местами недооценен, но все же у него есть свои минусы. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Быть может, через какое-то время, с целью того, чтобы не было нервотрепки в плане повышения рейтинга, я просто-напросто перейду на какой-нибудь другой класс ради M+. Посмотрим, время покажет. Также ссылочку, картиночку, скриншотик с вот этими вот табличками я скину в описании к видосику. Едем дальше, у меня еще запасена информация для вас. О, я хорошо подготовился к этому видосу. Перейдем к страничке моего ДК на рейдеру. Можно увидеть рейтинг, можно увидеть рейдер и прогресс, можно увидеть информацию, которая была мной вписана. То есть вот, например, информация по сезону 1, по сезону 2, по третьему сезону, да. Ревьюшечки. Ссылочки имеются, можно по ним перейти, посмотреть сводную информацию по всему сезону в принципе. Там как рейды описаны, так и походу в мифик плюсы, что немаловажно. Также ссылочка на Twitch, ссылочка на YouTube. То есть любой человек, зашедший на профиль моего ДК, может кликнуть, зайти, что-то посмотреть, пообщаться. Недавно, вот, например, европейский ДК заходил, обсудили с ним 4 кусочка новых рейдовых, насколько они будут сильны. И он просто восхищался моим овероллом за данжи, хотя там нет ничего необычного по факту. Далее, контактная информация, дискорд так, батл так, итем левел, медиум, реновым, трейты, какие взяты в гирмире, талантики. Последние данжи, пройденные в таймер, 25 театр, видотик по нему был довольно-таки недавно, на YouTube загружен. И если листнуть в самый низ, то в самом низу находятся абсолютно все прохождения, абсолютно всех ключей. То есть, например, 25 той стороны у меня нету на Тиранике, но при этом есть 26 плогофол, чумные каскады, как на укрепленном модификаторе, так и на Тираническом. Ну, где-то ключи прокают, где-то ключи не прокают, какие-то ключи ломаются. По-разному все происходит, все-таки игра игрой, люди людьми. Я после всех абсолютно прохождений всегда выражал славу благодарности людям, и в этом видосике, в принципе, тоже. Хочу сказать спасибо огромное этим людям, которые чуть-чуть обучили меня игре в M+, потому что все-таки на высоких ключах есть некоторые нюансы, начиная с выбора аниме, заканчивая хотя бы киками кастов, хотя бы этим. Кому-то просто-напросто касты кикать выгоднее. Это правда. Перейдем к ревьюшке. Хочу в ревьюшке просто-напросто показать вкладку с Score Evolution. Что получается? Как рос мой рейтинг? Давайте рассмотрим. 48-ю неделю, которая началась 3 ноября, было 2157 рейтинга. И примерно в этот момент на YouTube я записал видос, в котором высказал о том, что вот ввели новое звание, новую ачиву за 0,1%, и то, что может быть я его получу. А в итоге я его полутаю спокойно. 2 марта будет начисление всех этих званий, и можно будет даже там кто-нибудь устроить интересное на стриме. Вот. В целом момент я решил, думаю, ну закрою хотя бы 20-ки, а дальше посмотрим. окей, 20-ки были закрыты, 10-е ноября, 2431 рейтинг. Там что-то в таймер, что-то не в таймер. Окей, хорошо. Дальше, 17-е ноября, 2644. Довольно-таки хороший рейтинг, неплохой. Окей, идем дальше. 24-е ноября был рейтинг уже 2694. Растет. Далее, 1-го декабря на копейки поднялось на 3 вообще, да. 8-го декабря 2701 уже рейтинг. Далее, 15-го декабря 2733. 22-го декабря 2760. И после этого 3 недели паузы. А там еще и ордынцы трансферились. В общем, такая была депрессия. Да еще и под конец Нового года неприятное произошло событие. То есть, это были самые, я не знаю, вообще грустные 3 недели, которые только могли быть. А потом, ну, ап на одно очко. Далее, 2780 уже было 26-го января. Потом, 2-го февраля, 2790. Я уже стал чувствовать себя увереннее. Я уже, скажем так, не сидел на пороховой бочке и начал улыбаться. Далее, 9-го февраля, 2816. И 16-го февраля, 2823. То есть, мы имеем то, что имеем по факту, да? То есть, с этим рейтингом, походу, я заканчиваю сезон. До окончания сезона, на текущий момент, на момент записи видео, осталось 10 часов. Я, скорее всего, не пойду уже, ни в какие плюсы. Будем отдыхать просто-напросто до 3-го сезона. Используя свои глубокие знания фотошопа и пользуясь замечательным сервисом в интернете, я смог составить эту диаграмму, на которой отображен абсолютно весь рейтинг на Альянсе, на Европе, который нужен был для получения 0.1%. Тут отображен весь этот рост. Начиная от 2-го ноября, с момента анонса этой ачивки, с момента анонса этого звания, и заканчивая, собственно, сегодняшним днем. Но сезон довольно-таки скоро кончится, и все-таки рост какой-то там более чем на 20 очков уже не произойдет. Рост на 20 очков происходил, вот, например, со 2-го февраля по 9-е февраля. Просто-напросто, опираясь на эту диаграмму, можно увидеть много интересной информации, как рост рейтинг, какие модификаторы по факту являются легкими, какими тяжелыми. Все-таки стоит понимать, что в тот момент, когда рейтинг рос сильно, то значит неделька легкая. Если рейтинг не рос, значит неделька все-таки тяжелая. Вот с такими мыслями я заканчиваю свой монолог. Думаю, много было полезной информации высказано. Думаю, некоторые люди узнали мои эмоции касательно прохождения ключей, касательно получения звания. Скажу так, что на ДК это было сделать нелегко. Это была реально нервотрепка. В какой-то момент это была депрессия. Вокруг мета-классы, вокруг байеры, которые покупают инвайты в 25-26 ключи. В общем, я рад, что все закончилось хорошо и 2 марта звание будет получено. А завтра, 23 февраля, мы стартуем с вами в Зерит Мортис на стриме и будем его покорять. Все ссылочки, все картиночки, всю информацию я оставлю в описании к этому видосику. Можете все изучать. Информации очень много я высказал в этом видосике. Изучайте. Быть может, это поможет вам и даст какую-то аналитику в плане понимания, какие модификаторы легкие, какие модификаторы тяжелые. Как-то так. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого. До новых встреч.